Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня не было отца из 30 лет, нет парня, могу и беспарно прожить, привыкла, но есть одно, но... Пока я болела с синдромом хронического усталости, бегала по врачам, мне особо нравилось посещать мужчин врачей. Я понимала, что это голова этика, их весливое общение и как дела относятся к работе, а не ко мне как к женщине. И от этого мне было жутко доскливо. А потом пришло осознание и слёзы от того, что если я в прикосновении врача, по делу, конечно, пытаюсь увидеть заботу. Что это такое, это связано со сусимаца, или мне просто уже нужно найти мужчину. Ну смотрите, здесь, конечно, всё довольно неоднозначно выглядит, на мой взгляд. В первую очередь потому, что забота, это, конечно, больше про, наверное, в данном случае, это больше про родительскую фигуру. И про попытку, ну, вашу попытку получить ту любовь, которую, ну, которую вы себе не даёте, судя по тому, что можно увидеть. Вот. Ну, с другой стороны, романтические партнёры тоже могут проявлять заботу, и это, в принципе, нормально. Поэтому я думаю, что не так важно, из-за чего это происходит. Моему взгляд, куда более важно, это то, что вы, получается, сейчас, довольно сильно обделяете себя любовью, обделяете себя, по-видимому, заботой, обделяете себя вниманием, ну, точнее, внимательностью к себе, к своим чувствам, к своим эмоциям, вот. И, по крайней мере, мне так показалось, я, конечно, не знаю в данном случае, насколько это правда, но мне показалось, что вы в какой-то степени себя обесцениваете. Вот. То есть, конечно, то, что у вас нет, не было, точнее, отца, конечно, это влияет. То есть, ну, я не думаю, что это как-то вот, ну, можно и нужно игнорировать. Вполне возможно, что у вас на самом деле есть, вот, скажем так, какая-то обида на своего папу, да, вот. Или, может быть, какие-то болевые переживания, которые вы, скажем так, не прожили до сих пор, да. Вот. Вполне возможно, что что-то такое есть. Но, в целом, больше внимания нужно обращать на то, как вы ведете себя и чувствуете себя на данный момент. То есть, как вы относитесь к себе, как вы обращаетесь с собой именно на данный момент, именно в текущих условиях. Насколько вы к себе внимательны и так далее. Вот. Там еще, например, судя по цене, которые мне, которые вы предоставили, да, вы, вероятно, к себе вот в этом смысле, я бы не сказал, что внимательно. Вот. Я бы сказал, что вы, как раз таки, о, своих, о, свои чувства-то, о, при, о, своих чувств вы привыкли избегать. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. И если это так, то для вас это, конечно же, нехорошо. Для вас это вот путь, путь в никуда, к сожалению. Вот. Поэтому в первую очередь нужно, а, работать именно так. А, что касается, а, того, чтобы вам найти, а, мужчину, что касается этого, то здесь я бы, конечно, сказал о том, что мужчина не решит ваши проблемы, то есть мужчина не даст вам то, что вам нужно и не закроет те потребности, которые у вас есть, потому что это то, что вы можете быть, эээ, себе сам. Это только, пожалуйста, это только то, что вы можете быть себе сам. Никто за вас, эээ, никто за вас, да, за вас никто, эээ, этого вам не даст. Вот. То есть, условно говоря, если вы, эээ, ну, допустим, допустим, да, если вы, ээээ, себя, ээээ, ну, обесцениваете, да, если вы, ээээ, к себе относитесь. Скажем так, деструктивно, да, вот, ну, вот, так вот вышло, а так получилось, что, ну, что, так вы к себе относитесь, например, например. Вот, если так получилось, если так вышло, то мужчина, именно мужчина, другой человек, эээ, при всем своем желании не сможет, эээ, решить, вот, эту проблему. В, ээээ, лучшем случае, ээээ, вы будете довольно, эээ, сильно, к человеку привязаны. А, в лучшем случае, это предоставит в зависимые отношения. Вот. Поэтому я бы здесь, конечно, сделал бы упор на проработку конкретно ваших противоречий и конкретно ваших каких-то переживаний, страхов, сомнений и так далее, вот, чтобы вы могли, ну, более, может быть, эффективно, да, более качественно, ну, выстраивать, вот, а, так скажу, свою жизнь, вот, и взаимодействовать с как раз другими людьми, мужчинами и прочее, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, совершенно, не случайно у вас, вот, как вы, как вы, ну, сами говорите, да, в 30 лет там нет мужчин, то есть на этот случай случайно, вот, вероятно, вы боитесь, боитесь идти на сближение, боитесь как-то вот сближаться, с, ну, с мужчинами, вот, а, какова причина, какова причина этого? Это уже немножко другой вопрос, то есть сейчас, ну, сейчас это, как мне кажется, не так важно, и не так важно, какова причина этого? Сейчас важнее, важнее именно вот, а, подкорректировать ваше отношение к себе, вот, как мне кажется. Это то, что было бы, было бы вам полезно, на мой взгляд, и то, что могло бы в этом смысле помочь. Поэтому не делайте, не делайте, пожалуйста, ставку на, ну, на нахождение мужчины, вот, а делайте ставку на индивидуальную, скажем так, работу, в первую очередь над собой, делайте ставку на собственное развитие, делайте ставку на психотерапию, вот. И, в общем и целом, спросите себя, вот, насколько сильно я, раньше, я игнорировал свою потребность в, ну, в заботе, например. То есть, ну, мне же, вот, не впервые хочется заботы, да, мне же не впервые хочется, чтобы, ну, обо мне позаботились, мне же не впервые хочется, чтобы кто-то был рядом, да, вот. И попробуйте увидеть, собственно говоря, из чего, из чего появляется такая потребность. То есть, из чего появляется такая вот акцентированная потребность, словно говоря, в заботе. А любовник, любовник, вот видите, да, какая у вас, получается, связка, что любовник значит забота. Нет, любовник это не забота. В лучшем случае, любовник это, ну, партнерство. Вот. Но любовник, именно любовник заботиться о вас не будет. Хочется тех, кто любит. Если вам нужна забота, значит, вы себя не любите. Вот. И здесь вот традиционная такая, ну, как скажем, скажем, не слишком, да, приятная, скажем так, не слишком, не слишком приятная история, заключающая, заключающая за то, что вот, меня не любят, да, например, ну, потому что я, допустим, не достойно любви. Вот. Вот. Меня не любят, вот, ну, по этой причине. Вот. Что я не достойно любви. Вот. И вам здесь очень важно увидеть, из чего вы делаете такой, ну, вывод относительно того, что вы не достойны. Да. Вот. То есть, ну, вы не достойны. Например. А, ну, 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 допустим, допустим. Да, вы не достойны. А, кто достойны? То есть, вот. Откуда у вас такое разделение людей на, вот, ты достойны, а ты нет? Вот. То есть, это, опять же, момент такой, касающийся, вот, от ваших установок, ваших представлений о себе. Вот. Ну, вероятно, на которые вы просто не привыкли обращать внимание, но, которые вообще-то весьма важны. И, пересмотрев эти вещи, пересмотрев их, конечно же, вы при, ну, при желании, можете естественным образом снизить, вот, потребность в заботе, как она, ну, как она есть у вас сейчас. При этом ни в коем случае не отказываясь, там, от своих ценностей, да, не отказываясь, там, от своих взглядов, не отказываясь, там, от того, что вам, ну, вам важно, дорого и ценно. Вот. То есть, эти вещи, эти вещи, они, ну, не связаны между собой, скажем так. Вот. Как-то так, я думаю, что на этом можно, в принципе, закончить мой ответ. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, то есть, ну, сформулировать, скажем так, базовые постилаты для психотерапии, психотерапии, чтобы вам лучше понимать, что вы хотите, какую работу хотите выполнять и так далее. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Не затягивайтесь с этим. Подписывайтесь. Продолжение следует...